Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава книги Второзакония, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Здесь продолжается уголовное и гражданское законодательство, причем все в перемешку, но для нас перемешку, а тогда это было единое законодательство, как жить народу Божьему. Положим, двое спорящих явились в суд, и суд рассудил их, объявив право правом, а виновного виновным. Не всегда так бывает, но предполагается, что этот суд честный. И вот, если виновный подлежит битью, пусть судья распорядится, чтобы его тут же у него на глазах положили на землю и дали ему столько ударов, сколько следует за его вину. Но нельзя назначать более 40 ударов, чтобы брат твой не был унижен пред тобой чрезмерным битьем. Вот жестокий Ветхий Завет, телесные наказания практикуются. В России, в христианской стране 19 века, там по тысяче палок назначали в некоторых случаях, что, как правило, заканчивалось смертью избиваемого. А здесь всего 40 ударов. Ну, вы скажете, 40 ударов, смотря чем, можно и так ударить, что и от 40 человек Богу душу отдаст. Ну, здесь принцип указан очень точный. То есть, наказание может быть суровым, оно может быть физическим, но оно не должно быть ни калечащим, ни унижающим личность. То есть, человек не должен стать инвалидом или не должен быть абсолютно раздавлен этим наказанием. Телесных наказаний у нас сегодня нет официально. Но тогда не было тюремных заключений. То есть, сегодня мы лишаем человека некоторые части его жизни, свободы лишаем. Хотя, в общем, такие условия, что и жизни, пожалуй, тоже. А тогда это все заканчивалось довольно быстро и, может быть, было крайне неприятным. Но вот тоже важный принцип, что виновный – это человек. И, может быть, сегодня нам очень не хватает этого в современном законодательстве, в современной, особенно, практике правоприменительной. Заключенные – это не вот какое-то бесправное существо, это человек, которого нельзя унижать. И тут же, не завязывая там валу, когда он молотит. Нам, может быть, немножко непонятно, что такое молотит. Это рассыпали на ровной площадке, на гумне, колоссия срезанные. А потом пускали по этим колоссиям в вала, который тянул за собой тяжелую такую волокушу, деревянную, со вставленными в нее твердыми металлическими или чаще каменными такими частичками, которые разбивали колоссия, и вот зерно вылучивалось из них. Вол ходит, ходит, ходит по кругу, но он ест это зерно. Волы же едят зерно. Чтобы он не ел, ему могли завязать морду. Тогда он возить-то будет, но есть не сможет. Вот не надо это делать. А потом апостол Павел напишет, о валах ли заботится Бог. И поймет это в том смысле, что работник достоин своей платы. Вот работает он, не мешая ему пользоваться тем, что вот рядом с ним. То есть, позволяя ему прокормиться на своей работе. Но я думаю, что изначально еще и провалов тоже. Почему нет? У нас тут много о животных. У нас тут птичку нельзя брать одновременно с ее птенчиками. Птичку оставь, она других птенчиков потом высадит. Или там деревья плодовые нельзя срубать, пусть они останутся на земле. И свою скотину тоже не забудь покормить. Если братья жили вместе, один из них умер, не оставив сына, то жена умершего не должна выходить замуж за чужого человека. Пусть брат ее мужа войдет к ней, пусть женится на ней, чтобы заменить брата. Первенец, которого она родит, будет считаться потомком умершего, чтобы имя умершего не исчезло в Израиле. Смотрите, странное правило. Еще в книге «Малыш и Карлсон» малыш переживал, он носит всякие вещи за своим старшим братом. Неужели и жену придется потом за старшим братом донашивать? Это вот правило ливератного брака. И как оно применялось, хорошо описано в книге «Руфь». А в чем смысл? Народ обладает определенной структурой. Народ — это коллективная общность, коллективная идентичность. Мы все время с этим сталкиваемся. Он из поколения в поколение сохраняет эту идентичность. И в частности это означает, что человек рождает сына, сын приходит ему на смену, сын становится его повторением, его новым каким-то поколением, носящим то же самое имя. А если он не оставил сына, тогда брат самый близкий родит от той же самой женщины первенца своему умершему брату. Физически отцом будет, конечно, второй, но социально будет он сыном первого мужчины. Если же этот человек не пожелает взять свою невестку в жены, пусть она придет к городским воротам и скажет старейшинам, мой деверь не желает сохранить имя брата в Израиле, он отказывается заменить брата. Тогда старейшины города должны призвать его, чтобы уговорить. Если он будет упорствовать, не желая жениться на ней, пусть невестка подойдет к нему на глазах у старейшин, снимет с его ноги сандалию, плюнет ему в лицо и скажет, вот так поступают с тем, кто не созидает дом брату своему. А произошедший от него род получит среди сынов Израилевых прозвища. Род Разутова. Ну, БСК по-русски говоря, да. Вот, смотрите, никаких наказаний за это. Ну, нельзя же обязать человека жить с женщиной, с которой он жить не хочет. Но позора будет много, да, то есть это публичное унижение. Впрочем, семейная история еще не закончилась. Если двое подрались, а жена одного из них пришла, чтобы спасти мужа от того, кто бьет его, и схватила того человека за срамные места, то отрубите ей руку, не жалейте ее. Вот такое неожиданно жестокое предписание, причем такое, казалось бы, очень мелкое. Но общество патриархальное, да, мы об этом уже не раз говорили, вот здесь женщина, которая вмешивается в драку мужчин, она уже подозрительна, если еще так она себя ведет неприлично, то это уже все. Не держи у себя в сумке двух разных каменных гирек, побольше и поменьше. Не держи в доме двух разных мерных сосудов, побольше и поменьше. В каком смысле? А как же взвешивать? Должна быть гиря килограмм, полкило, там, 200 грамм, иначе точный вес не определишь. Электронных-то весов еще не избрели. И мерный сосуд то же самое, литр, там, два литра, пол-литра. Сейчас будет объяснено. Гирька у тебя должна быть правильного, точного веса, а мерный сосуд правильного, точного размера. То есть у меня килограммовая гирька, когда я продаю, то вот такая, а когда я покупаю, то вот такая. Стало быть, килограммов не было, конечно, неважно, там, шекель, ефа и все прочее. То есть что человек с двойными стандартами, да, вот сегодня мы это так называем, когда себе то побольше, когда другому то поменьше. Вот ни в коем случае не должно быть двойных стандартов. Должен быть один, точный. И сосуд правильного, точного размера, и тогда долгой будет твоя жизнь на земле, которую дает тебе Господь, твой Бог. А всякий, кто делает подобные вещи, всякий обманщик, мерзок Господу твоему Богу. Вновь упоминаются другие народы. У нас там были, помните, аммонитяне, маовитяне, они не встретили израильтян, поэтому с ними все плохо. А есть народ, который еще хуже себя вел, когда они шли в сторону Ханаана. Помните о том, как поступили с вами аммаликитяне, когда вы шли из Египта. Встретив вас, они напали на вас сзади и перебили всех отставших. Они были утомлены и обессилены, а аммаликитяне не боялись Бога. Когда Господь ваш Бог дарует вам мирную жизнь в стране, которую Он отдает вам во владение, избавит от врагов, которые вас окружают, сотрите под небесами имя аммаликитян. Аммаликитян, не забудьте. Вот это геноцид напрямую, да. В Библии есть эпизоды, которые мы сегодня называем геноцидом, и с этим сделать ничего невозможно. Более того, вот это предписание про аммаликитяна, оно впоследствии станет причиной отвержения царя Саула. Он, воюя с аммаликитянами, не захочет их полностью уничтожить, оставит, и в результате вот из-за этого его Господь и отвергнет. Можно сказать, что, ну, не из-за этого, а из-за того, что там Саул жертву принес вместо Самуила, вообще себя как-то не совсем правильно вел. Ну, это правда. Но, тем не менее, есть и такой момент. И получается, что вот для Ветхого Завета это тоже часть нормы. Вот никуда от этого нам не деться. Ну, по счастью, таких у нас мест не очень много. В 26 главе будет про всевозможные приношения Богу. Субтитры сделал DimaTorzok